Здравствуйте, меня зовут Наталья. В этом видео мы с вами подробно рассмотрим две конструкции to be going to и would like to, а также более подробно разберем их употребление для выражения будущего времени. Начнем с конструкции to be going to. Ее мы используем в следующих случаях. Когда планируем что-либо сделать. Например, she's going to make a cake. Она собирается испечь торт. Второе. Когда говорим, что что-то произойдет с большей вероятностью, и для этого есть все признаки. Например, look at the clouds in the sky. It is going to rain. Посмотри на эти облака в небе. Собирается дождь. В неформальном общении, например, в разговоре или переписке с друзьями, выражение to be going to можно сократить до to be gonna. Также такое сокращение очень часто можно увидеть в текстах песен, в фильмах и сериалах. Выражение would like очень часто используется как разговорной, так и в официальной речи. С его помощью мы можем попросить то, что хотим. Например, с помощью выражения would like вы можете сделать заказ в ресторане, забронировать отель или попросить принести воды. Это одно из самых употребляемых выражений во время путешествий. Например, I would like a cup of coffee. Я бы хотела чашечку кофе. Мы также используем выражение would like, когда хотим получить какой-либо предмет или когда мы хотим что-то сделать. Например, they would like to eat sushi. Они хотели бы съесть суши. Или, she would like to order. Она хотела бы сделать заказ. Конструкция would like to также может использоваться для выражения будущего времени наряду с такими глаголами, как plan – планировать, want – хотеть, mean – подразумевать, hope – надеяться, и expect – ожидать. Например, Что ты собираешься делать в следующем году? Я хотела бы поступить в университет. Надеюсь, тема употребления конструкции to be going to и would like to для вас стала более понятной. И, пожалуйста, не забудьте выполнить задание на закрепление данного материала. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует...